Приветствую коллеги, Датик Миланалитик, и с вами я Артур Идиатуллин. Сегодня мы с вами разбираем торговую пару евро-доллар. На прошлой неделе в таком стремительном движении она достигла уровня 1.19. На этой неделе начала у нас такая бодрая достаточно коррекция. Естественно, возникает вопрос, ну такой закономерный, продолжится ли эта коррекция, является ли это таким надежным локальным пиком в евро-долларе. Сегодня мы будем обсуждать перспективы дальнейшей коррекции. Вот тут такой спойлер, что на самом деле я же, да, что, естественно, коррекция продолжится. Давайте обсудим факторы, которые этому могут сопутствовать. Во-первых, хотелось бы подкрепить свое мнение аналитической запиской, взглядами аналитиков компании JP Morgan, которые на выходных выступили с заявлениями, что фондовые рынки, по их мнению, созрели для коррекции. Значит, она может произойти в течение двух следующих недель. По их мнению, рынкам не хватит именно психологической устойчивости, чтобы выстоять перед напором негативных сюрпризов с экономического фронта, которые, скорее всего, начнут у нас поступать. В середине июля я обращал ваше внимание на две ключевые переменные, которые характеризуют восстановление экономики США после локдауна. Это у нас потребительские расходы и число новых рабочих мест, которые создаются. Ну, понятное дело, да, то, что если экономика США у нас состоит на 70% из потребительских расходов, то потребительские расходы будут, по сути, как раз-таки обусловлять то, как изменяется ВВП, что есть основное мерило экономического роста. Ну и, собственно, то, как будут изменяться доходы потребителей, то, насколько они будут заняты, получается, в экономике, какая их часть будет занята в экономике, будет обусловлять их вот это агрегированное потребление, да, получается. Вот поэтому вот эти два индикатора, они очень важны для отслеживания. Значит, с учетом смены позиций тяжеловеса, таких как Дж.П. Морган, имеет смысл вернуться к этим индикаторам и посмотреть, произошло ли какое-либо из развития тех негативных тенденций, которые мы обсуждали. Значит, серьезная коррекция, по мнению аналитиков банка, она исключена, учитывая, что Конгресс у нас находится на пороге одобрения новых фискальных мер, конечно, более экономных, чем во прежней. Они облегчали и будут облегчать восстановление после локдауна. Кроме того, вот этот накопленный спрос во время локдауна, его как бы смогли протянуть с помощью вот этих пакетов стимулирования. И поэтому, значит, далек от истощения, что вот сохраняет такую некоторую позитивную инерцию в потреблении. Это такой позитивный фактор, который говорит о том, что вот есть позитивный тренд в потреблении, значит, и в росте, восстановлении американской экономики. Но риск отката на фондовых рынках, который затронет и динамику доллара, он заключается в потенциале июльского отчета по безработице и отчета по розничным продажам также за июль, заметно испортить именно новостной фон и породить сомнения в устойчивости восстановления американской экономики. То есть заставить инвесторов сомневаться, что сможет она еще вот так долго показывать успехи впечатляющие, которые мы видели два предыдущих месяца. На слабые отчеты из июля у нас указывает ряд факторов. Давайте их перечислим. Значит, во-первых, это ожидание и поведение потребителей перед тем, как правительство, по сути, порежет повышенные пособия по безработице в августе. 24 июля у нас завершился мораторий на требования арендной платы, продажу закладных. Это вот в апреле у нас был задействован специальный акт, CARES Act называется, он как раз-таки вот мораторий на это объявлял. 24 июля закончился, завершился мораторий. Собственно, сейчас он начинает требовать с должников расплачиваться по обязательствам, как бы делать платежи. Конечно же, это тоже ограничивает потребление этих должников. Также отрицательное влияние вспышки второй волны, как мы называем, COVID-19 в США. Также на создание рабочих мест негативное повлияло. Повлияло это и на выручку, получается, малых предприятий прежде всего. И вот все эти факторы в совокупности, они у нас обуславливают такая уверенная плата в потребительских расходах и плата, даже понижательный требуем, так говорить, в новых вакансиях. Значит, вот этот у нас график, кривая, да, это у нас то, как изменялись потребительские расходы относительно января, получается, 2020 года. Вот видим, как они изменялись. Видно, что сейчас они, получается, находятся на 6,4 ниже январского значения. Не смогли они полностью восстановиться. Я вот хочу обратить ваше внимание на то, что как раз-таки с конца, получается, июня вот перешло в плата изменения динамик вот этих потребительских расходов после вот такого бурного роста восстановления. Вот у нас целый июль динамика пребывала в плату. Если мы посмотрим на то, как изменялось число новых вакансий, то есть, получается, спрос на рабочую силу, да, спрос на труд, видно, что вот так же у нас произошло восстановление. И вот здесь, когда у нас потребительские расходы перешли в плату, фазу платы, значит, у нас динамика вот этих новых рабочих мест, создания новых рабочих мест, она у нас перешла в такое снижение, причем затяжное, да, вот и остается вот таком снижении. Вот здесь небольшая стабилизация, но вот такой резкий переломный момент тут возник, да, и после этого переломного момента, получается, вот этот понижательный нисходящий тренд, он сохранялся весь еще июль. В начале июля, да, вот с чем было это связано, да, это, во-первых, вот начало июля, вот главенствующий такой фактор, это то, что штаты у нас отдельно, они активно восстанавливали карантинные ограничения в ответ вот на вторую волну, да, COVID-19. Но во втором, во второй половине июля, когда у нас произошла, по сути, стабилизация, вот в числе новых случаев, вот это наращивание обратных карантинных ограничений прекратилось, у нас вступила в действие новый фактор, второй, это вот озабоченность снижением доходов в августе, потому что правительство у нас порежет вот эти пособия по безработице, 600 долларов в неделю, они уменьшатся до 200 долларов, то есть повышенные пособия правительства отменят, и, конечно же, это заставляет, вынуждает потребителей менять свой профиль расходов, быть более экономными в плане своих потребительских расходов, что вот накладывает отпечаток на их потребительские расходы, это, соответственно, накладывает отпечаток на то, какую выручку у нас имеют фирмы, малые предприятия и другие, естественно, это, в свою очередь, отражается на то, как они изменяют фирмы, как они изменяют свой спрос на труд, вот такая вот цепочка взаимосвязанная, у нас получается, мы ее рассмотрели, который вот как раз-таки наглядно показывает, почему стоит ожидать, что Юль будет слабым для экономики США. Как следствие, да, основное следствие этого, растет риск, что в ценах в евро-долларе, да, в фондовых активах у нас сейчас заложены, завышены именно, именно завышены ожидания по розничному потреблению, выход этого отчета запланирован на 14 августа, советую присмотреться именно к нескольким дням, которые предшествуют этой дате, потому что как раз-таки основное репозиционирование будет происходить именно в эти дни, ну, участники рынка будут готовиться к этому отчету, вот на основе этих ожиданий можно предположить, что это будет происходить. Отчет по рынку труда за Юль, он у нас запланирован, выход его запланирован на, получается, эту пятницу. Влияние этого риска у нас сейчас может ощущаться на рынке за счет допущения, что импульс торможения, исходящий из крупнейшей экономики, такая крупнейшая экономика у нас получается в США, этот импульс у нас отразится и на других странах, да, вот будет такой эффект заражения, получается. И это в конечном итоге ограничит спрос на риск. Как мы помним, у нас именно спрос на риск, он у нас был фактором ослабления доллара, как раз-таки у нас доллар длительное время снижался, получается, с марта, с апреля, как раз-таки на то, что вот рост спрос на риск у нас. И теперь получается ограничение спроса на риск, на основе этого предположения, да, что замедление экономики США отразится на других экономиках. Ограничение спроса на риск, это будет, наоборот, позитивным фактором для доллара, да. Вот, также вот фактор интенсивности ослабления доллара в прошлом месяце, в июле, да, и вот достижение отметки 1.19 получается, и причем вот из-за этой такой динамики можно сделать вывод, что просто экстремальные лонги, да, длинные позиции в паре у нас образовались, получается. Именно вот этот фактор, именно учитывание вот этой информации сподвигает, да, наводит на мысль, что должна потребуется более длительная коррекция евро-доллара, на мой взгляд, это уровень 1.16300, 1-16, у нас трендовая линия тут проходит. По достижению вот этой трендовой линии, по достижению этого уровня можно будет ожидать дальше возрождение, возникновение вновь дискуссии о том, что пара евро-доллара вновь должна продолжить рост, потому что в долгосрочной перспективе в доллар у нас все-таки есть сильные факторы в пользу ослабления доллара, о которых я вот постоянно говорю в моих предыдущих обзорах. Они продолжают сейчас оставаться в действии. Поэтому, на мой взгляд, коррекция до уровня 1.1630, 1.1630 у нас, возможно, произойдет, да, на нее стоит ориентироваться, и после нее уже, возможно, стоит рассматривать длинные позиции по евро-доллару. Это все, о чем я сегодня хотел рассказать. Пишите ваши вопросы, комментарии, делитесь вашими соображениями по поводу того, что же будет у нас евро-долларом, что же ожидать. На этом я завершаю свой обзор. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду.